Приветствую вас! И первое, что мне бы хотелось бы вам сказать, заключается вот в чём. Вы пишете, что вы не будете увидеться с ним, несмотря на то, что процесс развода запущен, и что мужчина фактически уходит от своей жены. Это немножечко непонятно. Если развод запущен, а мужчина сейчас свободен, то есть он не застоит в отношениях уже с супругой, он не может с ней быть в нормальных отношениях, так как он разводится, то вопрос тогда. А что он решает, ему с вами видится. Ну, после работы, ну, после 10 часов вечера, хотя бы там 20 часа, или, может быть, вам не имеет смысл как-то жить вместе сейчас, когда он разводится. Потому что я не уверен, что при разводе мужчина живёт вместе с супругой. А если он живёт вместе с супругой, то, может быть, тогда никакого развода нет. У вас есть подтверждение того, что развод действительно существует? Кроме слов мужчины, ещё что-то у вас есть. То есть тут непонятно, почему вы не можете видеться при наличии развода. Этот развод – это фактически проявление мужчины, да и вообще людьми, того факта, того мнения, что они больше не хотят быть со своими, ну, со своими вторыми половинниками, да, со своими супругами. И это нормально. Нормально. После этого встречаться с другими людьми. И данный момент вообще никак не ясен. Почему вы не можете видеться? Дальше. Что касается того, что вы зависите от него в любовном плане, то здесь возникает такой вопрос. А что он вам даёт? Вот что даёт вам мужчина такому, что вы прямо без него не можете? Видите ли, любовная зависимость проявляется тогда, когда человек испытывает в чём-то потребность и видит способ реализации этой потребности именно в человеке. То есть делает это, реализует свою потребность, через другого человека. У вас происходит, судя по всему, именно так. Вы реализуете через этого мужчину или пытаетесь реализовать свою какую-то потребность. Может быть, с его помощью вы бежите от какого-то страха. от, может быть, своего страха, или, может быть, от какого-то неосознаваемого страха, или, может быть, страха, привитого вам в детство родителями, может быть, что-то ещё нужно этот момент разобрать. До тех пор, пока вы будете проецировать на мужчину свои страхи, свои желания, свои потребности, и сами со страхом справляться не будете, и самостоятельно потребности и желания удовлетворять не через него не будете, у вас будет такая вот зависимость. И вы, по сути дела, сводите на нет все, что вы делали, все, что делали вам ваши родители. То есть, они помогли вам поехать в другую страну, они помогли вам финансово закончить учёбу в университете, а вы сейчас, по сути дела, просто, ну, употребляете алкоголь, рискуя ещё и в алкогольную зависимость впасть. Я не думаю, что это хороший выбор, я не думаю, что это то, чего вы достойны. Поэтому я понимаю, что у вас нет сил. Но силы у вас нет, потому что вы истощаете себя вот этими вот отношениями. По сути дела, давайте я попробую вам привести такой пример. Если я хочу быть человеком, потому что только с ним я сыт, а без него я всё время голоден, то, естественно, я от этого человека очень сильно зависим. И если этот человек не может со мной находиться рядом, то я постоянно голоден. Я никогда не бываю сыт. Вот у вас происходит примерно то же самое. Вам нужно свой голод удовлетворить, чтобы не зависеть от него. И тогда вам будет ясно, можете ли вы работать или нет. Сейчас вы устали именно потому, что свои желания через мужчину вы удовлетворить не можете. И поэтому у вас истощение. Истощение закончится, когда вы осознаете, что вы хотите добиться через мужчину. И либо сами это будете делать, либо просто поймёт, что этот человек не ваш. А в другой стране истощение уйдёт, если вы будете человеку представлять себе причину, по которой вы не можете увидеться. То есть, вот, это то, что я говорил в самом начале. То есть, сыт момент, мне кажется, несколько непонятный. Люди, если они действительно любят друг друга, они найдут любое время, любое ладмоно, и даже спать не будут по ночам, либо только побыть друг с другом вместе. А у вас написано, что он работает с 8 до 22, и время вполне себе есть, при условии, что он разводится, то это всё вроде бы официально. Это момент не очень беспонятный. Если мужчина вас обманывает, по какой-то причине, то этот обман нужно раскрыть. Или более полно отдавать себе от шерсти в том, как мужчина к вам относится, чего он хочет, какое место оставил для вас в своей жизни. Этот момент тоже нужно разобрать. Что касается того, уезжать вам в другую страну, или уезжать ли вам в Россию, или остаться в другой стране, прошу прощения, то я думаю, что нужно однозначно оставаться в другой стране, хотя бы потому, что вы там выучились, вы знаете, и вам будет легче найти работу именно там. Такое дело, что вы сейчас решение принимать не способны. вы не можете принимать решения адекватно, здраво и осмысленно, потому что у вас есть истощение, о котором вы сами говорите. И к родным вам хочется потому, что вы понимаете, что они вам дадут ту самую поддержку, которой вам не хватает. Но, если вы проанализируете и постараетесь ответить на все эти вопросы, которые я вам задал, возможно, проблема будет общена. И вы уже не будете чувствовать такого истощения, и вместе с этим вам будет легче принять правильное решение. Если не будучи истощенными, вы все равно захотите вернуться домой, это будет ваше право, это будет ваше решение, и его нужно будет принять. Выбор делать только вам, решать только вам. Мы можем помочь вам максимально объективно, абстрактно, здраво, посмотреть на вашу ситуацию, для того, чтобы решение максимально отвечало именно вашим интересам и не было в их ущерб. То есть не было в ущерб. Именно так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вопросы какие-то остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. И так далее. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...